Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус, и прямо сейчас мы с вами продолжим проходить эпопею Росбаунд Зеро. Давайте я вам сейчас сразу скажу, я до этого всегда относился к этой игре как к чему-то, что я обязан знать. Я обязан знать, куда идти. Я должен обязательно делать эпизоды интересными, активными, чтобы поменьше битв было. И меня постоянно гложило, что я что-то там не могу вам рассказать, что я чего-то сам не понимаю. И вы знаете, что для лексплеера это дело губительное, и поэтому я сейчас решил просто отдаться игре. Просто играть и даже забыть про то, что я комментирую, для того, чтобы это где-то выкладывать. Просто играть, получать наслаждение и познавать эту игру. Как вам эта идея? Мне кажется, это будет даже интересно и вам. Итак, давайте оценим нашу ситуацию, подведем итоги всего того, что было до этого. Мы начали в нашем доме, где начали просить День Матери, всякие загадочные явления, связанные с полтергейстом. Потом мы попали в Паданк, повыполняли всякие квесты, посещали вот эти вот черные квадратики, которые представляют собой всякие небольшие помещения, или же просто какие-то места, в которые интересно было бы попасть. Потом мы побывали в Магиканте, из Магиканта волшебного города мы попали в Мэрисвилль. И теперь, теперь, хотя вроде бы мы и много времени потратили, но мы попали на узловую станцию. И тем временем, все места, в которых мы были, занимают достаточно маленькое пространство на карте. Значит ли это, что мы вообще еще мало игры прошли, хотя эпизодов было уже достаточно много? Итак, друзья, мы сейчас на узловой станции, и нам открылись те возможности, которые никогда в этой игре нам не предоставлялись. Теперь мы сможем посетить, не знаю, Сноумен сможем ли посетить или нет. Мы можем посетить Рейндер, мы можем посетить Хэллоуин, возможно даже Сноумен. Хотя, честно говоря, я уже не помню, можем или нет. Но, помимо этого, как вы помните, на востоке железная дорога оказалась оборванной. И зато там есть спуск, который позволит нам пешком пройтись дальше. И давайте я вам скажу, я за кадром еще около месяца назад, я ведь действительно долго не записывал Мазер, путешествовал туда, там есть такая себе пустыня, в которой есть оазис, в котором нам предложат купить билеты и полетать на самолете на разные дистанции. И это здорово, и это я вам обязательно как-нибудь покажу, потому что мы просто будем летать над местами, где мы уже были, где мы еще не были. Это здорово, там нет ни монстров, ничего. К сожалению, мы управлять самолетом не можем, но это классно. Кроме того, мы сможем попасть и в Йонгтаун, мы сможем попасть и в Илай, сразу же, прямо сейчас. То есть все города, которые остались в игре, еще нами не исследовано, мы прямо сейчас можем туда попасть. Вопрос в том, что путь из этой узловой станции Мэрисвилля до Йонгтауна или Илая окажется напичкан просто злыми, злющими монстрами, которые нам не по силу. И всего лишь где-то 25%, что мы сможем дойти до этих городов. Остальные 75% я ставлю на то, что нас попросту убьют. Вот как-то так. У нас есть Джимми, у нас есть Дэвид, которого мы нашли в Мэрисвилле, который также уже стал самостоятельной боевой единицей с сильным ударом. Ну и в принципе живучий, и мы ему купили все, что можем, и оружие, и броню. Джимми тем временем продолжает изучать всякие пси-заклинания, которые нам должны помочь, но я не все использую, а надо бы. Ну как бы и все пока что. Вещами у нас все забито. Кстати, знаете, что я еще сейчас понял за кадром? Что вот эти вот предметы, которые должны наносить повреждения и тратиться, да? Вот, допустим, кухонный нож. Кухонный нож, давайте посмотрим. Надо читать описание у предметов. Кевин умеет с ним обращаться. Кевин это персонажа, которого у нас пока нету. Вы это помните. Петарда-ракета. Дэвид знает, что с этим делать. То есть я раньше думал, что любой персонаж, как и в финалке, может использовать всякие предметы, которые тратятся и наносят повреждения. Оказывается, это, наверное, все-таки нужно определенным персонажам использовать. Вот. Кроме того, мы в прошлом эпизоде успели с вами съездить в городок снизу. Я уже забыл, как он называется. И нам какая-то бабушка дал шляпку. Шляпка. Красивая шляпка с вышитым именем Хлоя. Помните, кто она такая? Это наш следующий персонаж, которого мы с вами получим. И нас станет трое. Ну и это квест, который должен нам помочь с помощью шляпки заинтересовать эту Хлою и вступить в наш отряд. Итак, друзья. Сейчас я так думаю, что я не буду задумываться о том, куда нам идти дальше. Я так думаю, что направо идти нет смысла. Да, мы там еще побываем обязательно. Куда, почему нужно идти вперед поезда? Причем, в прямом смысле этого выражения. Не будем идти вперед поезда. Будем идти в города, которые послабее. Мы будем по порядку проходить. Полегче, подальше. Просто, опять же, я очень переживал, что эту игру легко сделать скучной. Каждый эпизод этой игры очень легко сделать скучным и неинтересным. Поэтому я даже редко записывал. Вы, конечно, жаловались, хотели, чтобы почаще выходило. Но вы сами помните, чем это все заканчивалось. Прошлый эпизод какой был? Я снова путешествовал по фабрике Дункана, которая была невероятно скучной. И даже прогресса не было. Я ночью играл и пытался вам обо всем рассказать. Столько у нас путей стало доступно. Но, опять же, у меня в голове крутилось столько мыслей. Мне было ужасно... Ужасно я переживал насчет того, чтобы сделать все это интересным. Как будто я знаю, куда идти и так далее. Я не буду этого делать, друзья. Я не буду никуда торопиться. Если вы это отобрите... Что ж, спасибо вам. Если вы это не отобрите... То я даже не знаю, стоит ли вам продолжать смотреть этот летсплей. Потому что в таких играх, как эта, в которых, тем более, когда ты их проходишь в липую, ты просто играешь, получаешь наслаждение, получаешь какие-то эмоции и познаешь игру. Не торопишься. Можешь даже по глупости вернуться в предыдущий город, потому что тебе покажется, что ты там что-то забыл. А кажется, что нет. Главное, я буду стараться все мысли, которые приходят мне в голову, все свои ощущения, высказывать вам. Так как я раньше играл в PlayStation, в Final Fantasy, я их так долго проходил. Не знаю, другие игроки, которые играли, так же долго проходили. Но я изучал каждое место в каждом городе. Бродил туда-сюда. Это было так классно. И вот у меня были всякие эмоции, впечатления. Я хотел бы их рассказывать вам. Итак, все. Теперь мы, друзья, прибыли с вами в Рейндир. Кажется, так называется этот город. И будем его исследовать в рамках этого эпизода. Ну а дальше уже изучим все то, что мы могли изучить раньше. Ну зачем? Зачем нам куда-то торопиться, друзья? Будем проходить по порядку. А потом посетим пустыню, в которой будет долина. Потом мы сделаем все, что могли еще сделать. Итак, узловая станция Рейндира. Здесь мы нашли бабушку, которая дала нам шляпку, которую нужно будет отдать Хлое. Хлоя, кстати, не в Рейндире, а в каком-то другом городе. Ну да, естественно. Смысл отдавать бабки в Рейндире нам шляпу, если она сама могла бы дать Хлое, живущей в Рейндире, эту шляпу. Итак, давайте знакомиться с этими жителями и с этим городом. Эй, что это у вас за шляпка? Кажется, Хлоя из Сноумена потеряла точно такую же. Если вы вернете ей эту шляпку, возможно, она отблагодарит вас. Ну вот, вот, Сноумен. Вообще странно, лучше бы Сноу-Лэнд или Сноу-Сити. Сноумен как-то странное название для города. Этот город находится еще после Хэллоуина. То есть, возможно, возможно, после того, как мы сейчас... Наверное, в Рейндире тоже должны быть какие-то квесты, верно? Мы, может, не сразу после этого пойдем в Хэллоуин, а вначале отправимся в Сноумен. Хотя, по сути, можно было, наверное, даже сейчас отправиться. Но давайте хотя бы познакомимся все-таки с жителями и с этим городом, а потом уже посмотрим, что делать дальше. Главное не переживать о том, что что-то получится не так. Высоко в горах живет старик. Говорят, что ему уже 300 лет, а у него даже простуды никогда не было. Вот так-то. Хоть у кого-то здесь не бывает простуды. Как я намучился с простудой в Мэрисвилле. Пожилой человек, живущий в горах, такой добрый. Если у тебя возникнут проблемы, он всегда поможет. Ну, в общем, Горинс где-то должен быть здесь. А где горы? На карте горы не отражаются у нас, да? Ну, хорошо. Так, это правильный путь? Нет, это неправильный путь. Ага! Друзья, помните Кольцо Ужаса, которое по идее должно было отгонять от нас монстров и предотвращать случайные битвы? В общем-то, они должны были быть реже. Теперь Кольцо Ужаса потеряло силу и можно его выкидывать, если оно само не выкинулось. У кого оно вообще было, это Кольцо Ужаса? Оно должно в оружиях было быть, да? Я помню, что я кому-то поменял какой-то кулон на что-то или нет. Вот так вот, друзья, забываешь периодически. Поэтому нужно проходить эту игру чаще. И, друзья, я могу пообещать, что теперь, когда канал вошел в стабильное русло, когда я теперь готов записывать столько, сколько смогу, я буду выкладывать видео чаще и записывать чаще, так, чтобы не успеть отвыкнуть от Мазера. Ну, естественно, Магомен, ну, естественно, Червек Джим, которого я пока что не записывал. Итак, странно, но здесь нету этого Камня Ужаса. Не знаю, где он был, но, наверное, это сейчас не столь важно. Не будем выходить за рамки города, потому что там, где уже железная дорога, там начинаются монстры. Слушайте, как опасно. А если на поезд нападут какие-то твари, и что делать тогда? Ну что, выбора нет. Приходилось бы сражаться, но... Так, мы сражаться даже должны в городе? Хорошо, у нас с Ардом мы всегда сражались. С ней как-то это странно. Не, ну хорошо, орлы, знаете, как в каких-то там фольклорных рассказах. Налетают на город, крадут самых красивых девушек, относят их в гнездо, а потом... А, вы знаете, друзья, а ведь это даже не город. Ох ты, леди сумка, я тебя помню. Такая радостная, хотя... Если ты посмотришь на себя в зеркало, твоя улыбка сразу улетучится. Должно быть так. Да, урон даже по Дэвиду, более слабому персонажу, минимальный. Это очень хорошо. Значит, мы чему-то научились. Значит, какие-то элементы игры уже нам по силам. Не просто по силам, а мы гораздо сильнее, чем эти элементы. Так, хорошо. А, стоп, это я пошел направо. Это я пошел направо. Здесь какие-то огородики стоят. Просто возловая станция находится на востоке от Рендира. А здесь просто какой-то пригород. Как я могу понять. И леди с сумками все никак не достигнут дома. Ну, хорошо. Походим, повспоминаем, что нам здесь нужно. Что мы могли забыть. А по пути прокачаем наших персонажей. Дэвид продолжает достаточно быстро повышать свой уровень. Вот. Вот, видите. Вспомнил об уровне сразу же. Сразу же повысил уровень. Ну, а когда мы приобретем Хлою. Когда она станет частью нашего благородного отряда. Тогда мы уже будем прокачивать ее с нуля. Так, нам нужно идти на запад. Но куда это приведет нас все-таки дорога? Вот, видите. Постоянно битва. Постоянно битвы. Вот с этим все-таки придется что-то делать. Конечно, я говорю о том, что я не буду особо заморачиваться о том, чтобы угрожающий кричит. 33 денис навыка потерял. Это прикольно. Так, ну хорошо. Главное, что после битвы возвращается к нам навык. А эти истеричные женщины умирают концами, в отличие от нашего навыка. Так, хотел еще раз глянуть. Видите ли здесь черных точек? Слева сверху черная точка. Кстати, знаете что? Нам с вами придется попутешествовать близ железной дороги. Вот, на севере от Арендира. Видите, тоже есть всякие черные точки. И на юге от Мэрисвилля. Я не помню, я посещал те две точки или нет? Вот, не помню никак. В общем-то, что нравится, что мы можем себе и сократить путь путешествия на поезде. А можем таким же способом просто пройтись пешком. Это так же, как в новых РПГ. Но это здорово. Посмотрите, в финалке такого не было. В Скориме том же, да, мы можем организовать себе мгновенное перемещение. А можем пешком попутешествовать. Так, в этот раз в будке нет ничего. И так мы достигли до какого-то дачного участка. Возможно, это и есть город. Но здесь мы, по крайней мере, не можем никуда войти. И людей здесь пока не видно. Так, хорошо. Ну, монстры уже не нападают. Видимо, мы наконец пришли в город. Да, вот он, Рендир. Потом уже в Сноумен попутешествуем. Вначале изучим, что здесь у нас находится. Итак, госпожа с растрепанными волосами. Нет, не все в порядке. Явно здесь не все в порядке. Я так голодна. Как думаешь, если попрошу в кафе гамбургер, мне дадут его бесплатно? Ну, не хочется тебя огорчать, но наш мир такой жесток. Он такой жестокий. Ты знаешь, я бы тебе хлеба дал. Но игра не позволит мне этого сделать. Хлеб у нас есть, кстати. Но я его все-таки тогда приберегу для более лучших целей. Мы с вами сможем, когда пойдем в какое-то подземелье, накрошить. А после этого вернуться по крошкам на то место, где мы начали. Так, ты что так отвернулся? Ты в туалет идешь, да? Милиция! Я нашел правонарушителя. С вас справ, господин. Ай, вы испугали меня. Еще бы. Я просто... Э, изучай архитект... На самом деле, я думал, что я пошутил. Оказывается, все так. Архитектура этот дома. Э, мне дали такое задание в колледже. Клянусь, это правда. Ничего, кроме правды. Ну, хорошо. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в суде. Так, ладно. Мы не представители правоохранительных органов, поэтому не будем придираться. Это частные владения. Пожалуйста, не бегайте здесь. Старушка, не тебе ли думать, где бегать, а где нет? Это вряд ли в твоем владении, эти частные владения. Так. Путаюсь, путаюсь. Ну, смотрите. Город в основном идет вдоль. И вот тут небольшой участок на севере. Давайте сразу его изучим. Вот эти вот частные владения. Надеюсь, по нам никто дробью не засадит в одно место, мягкое. За то, что мы тут бегаем. Помни, в молодости я пыталась... Нет. Не надо говорить, что ты женского рода. Я разочаруюсь вообще в этом городе и в его населении. Наверное, это просто грюк перевода. Мне было интересно, куда он ведет. Ты не застрял в туннеле, друг мой или подруга? А что за туннель? А, ну правильно. Туннель там, где мы же в поезде как раз от Мэрисвилля в Рендиров. Через туннель ехали. Так, а вы, госпожа, что скажете? Видели, сколько еды пропадает на полях? Конечно, это только игра, но все равно нельзя вести себя так расточительно. Но это не мы. Это не мы. Мы достаточно самостоятельны и состоятельны, чтобы купить себе и гамбургеров, и самую черную икру мы себе можем позволить. Потому что мы спасаем мир. А спасателям позволено все. Мы можем брать в плен девушек и делать с ними нехорошие вещи. Мы же их спасатели. Мы можем без спроса брать все, что нам позволится. Потому что люди всего мира нам должны содействовать. Где-то в Хэллоуине есть дом с приведениями. Надеюсь, вы не рискнете пойти туда. Но, собственно, я догадывался о том, что Хэллоуин будет очень своеобразным городом. Хотя, наверняка, и в Сноумене Сноумен будет засыпан снегом. Хотя, вроде как, здесь одна меридиана и должен быть один климат. Все-таки мир здесь недостаточно большой, но не будем к этому придираться. Ну и в Хэллоуине, я думаю, будет страшно. Надеюсь, нам не придется там сражаться с монстрами. Но это явно вы увидите не сегодня. В Хэллоуин мы отправимся уже в следующих эпизодах. Так, ну, в принципе, все, да? Здесь людей никаких не может быть. Вот опять же, и ту между деревьями, лесами какими-то. А, вы смотрите. А вот здесь как раз черная точка есть. Здорово, что мы сюда зашли. Потом не придется. Итак, здесь какой... Ну, это не ты ли живешь в горах? Нет, ты не в горах живешь. Можешь мне не верить, но я целитель. Знаю вас, вас целители. Шарлатаны, да и все. Обновить. А что обновить? Ну, ладно, 45 долларов это не так и важно. Да, я сделал это, видишь? Я настоящий целитель, я не шарлатан. Так, а что ты обновил? Скажи, пожалуйста. Ага! Ага! Друзья, у нас КП... Я не помню, у нас... До этого, наверное, все-таки не было максимум ХП. Но теперь вся энергия стала максимум. За 45 условных единиц это здорово. Это очень здорово, друзья. Так что... Будем... Стоять. Или я совсем невнимательный? Или у нас сейчас только что было 134 ХП, а теперь стало 131? А? Боже, какой я невнимательный. Ладно. Слушай, ну ты меня напугал, конечно, друг. В общем-то, запомним это место. Главное, что нам все энергии пополняют. Не знаю, сколько ты шарлатан, но вряд ли у нас мог заразить так, чтобы у нас там ежесекундно отнимали ХП. Так, давайте позвоним... Отцу. Сколько у нас там? 937 долларов мы накопили за время... За период, пока мы не общались с последнего раза. Неплохо. 937 долларов. Пока не будем их снимать. Хорошо. Джимми быстрее достигнет уровня нового. В общем-то, и все, да? Хорошо. В каждом городе есть и свои больницы, и свои целители. А знаете что? Давайте... Получается у нас эпизод, если мы будем полностью путешествовать по рензиру, слишком пассивным и не будет здесь битв. Давайте пройдемся вот до той черной точки, чтобы нам не пришлось с нее ходить в следующий раз. Сразу сейчас сделаем с вами, совершим опасное путешествие, а потом уже отдохнем и доисследуем этот город дальше. Вов, слава богу, мы убили этого автопсиха. Все-таки Джимми достаточно многого урона умеет наносить. Просто помните эти выхлопные газы, правда? Так, здесь у нас река протекает. Какое у тебя название река? Ну вот, смотрите, посмотрите, какой богатый мир, а? Вот и приходится его исследовать в слепом режиме. Пойдем налево. Могли бы пойти, ведь правда, мы можем пешком обследовать весь мир прямо сейчас. От моего дома до Сноумана, до Илая. Мы можем весь мир, все, что нам предлагает эта игра, исследовать прямо сейчас. Нет, может быть, если какие-то будут места секретные, типа магикантов, в которые просто так и попадешь, мы туда просто так и не попадем. Но все-таки, это здорово. И мне знаете, что интересно? Есть ли в этой игре места, интересные места, в которые мы можем побывать, но которые не отмечены на карте черными точками. То есть вы понимаете, что я имею в виду, да? То есть какие-то любопытные места, которые бы хотелось мне показать и себе, и вам. И между тем, эти места бы были достаточно так скрыты. мы бы их могли пропустить, они не были бы полностью обязательными. Потому что, пока у меня есть такие сомнения, я бы не хотел просто так идти по этому миру, исследовать этот мир, места, в которые не отмечены черными точками. Потому что, в ином случае, мы потратим время, попадем куда-то в тупик, проведем огромное количество боев скучных. А ведь враги нам на каждом шагу встречаются. И в результате ничего не найдем. В результате мы ничего не найдем. Поэтому возможно, возможно, между эпизодами я буду пытаться вот, видите, только один шаг сделал, и уже такая вот фигня. Надо будет, наверное, кольцо ужаса покупать периодически, да? Может быть, оно и помогало. Да, не хотелось бы тратить время, конечно. О чем я говорил, я буду пытаться смотреть на карту, которая находится в интернете, которая сможет нам подсказать, что есть в этом мире, и есть ли все-таки здесь места, в которых интересно было бы побывать, но которые не обязательно. Так, мы правильно идем? Да, все, мы почти дошли. Так, налево идти? Я просто, блин, уже боюсь... Не, наверх, да? Боюсь хоть даже один неверный шаг сделать. Ух ты! Интересно, интересно. Здесь какой-то есть частный особняк. Вот! Друзья, наверное, здесь живет старик в горах. Это типа горы, да? Нет, ну... Вот он, старик, а вот это то ли внук его, я не знаю. В такой же шапке. Видите, друзья, мы становимся известны. Уже, соответственно, нам начинают одеваться. Мода пошла. Никак не пойму, что бормочет этот старик. А что ты тут делаешь? Ты внук или кто? Что ты тут вообще делаешь? Итак, друзья, наверное, этот старик, которому 300 лет, который живет в горах, который горит. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Хе-хе-хе-хе. Да ладно, все? Ну да. Знаете, какое у меня есть подозрение? Что нам сюда еще придется вернуться. То есть, нам нужно или же какой-то квест здесь выполнить необязательно и прийти к этому старику, или же какой-то найти предмет, который нужно будет показать старику, но пока что шляпку мы покажем. Нет, ну да Так что, наверное, особого смысла Не имело сюда идти Так, ну и на север, на восток Наверное, не имеет смысла идти Я еще, знаете что, наверное, не пойду На эти точки с юга от Мэрисвилля Есть у меня мнение, что мы там, наверное Да, друзья, мы что-то побывали Там, наверное, есть фабрика Дункана Да, друзья На юге от Мэрисвилля, наверное, есть фабрика Дункана Так что, нет смысла нам туда идти Ну и все Вон какой-то спуск есть направо, но это нас приведет А давайте Я хотел просто вернуться за кадром в Рендир По тому же пути Давайте сделаем поинтереснее немножко Мы вернемся в Рендир по другому пути Чтобы исследовать окрестности этого места Я надеюсь, что вам это будет интересней Чем если бы мы с вами Попросту сейчас Переместились В город То есть, что нравится В этой игре проработан мир Здесь не только интересно посещать Города Или какие-то там данжен Инстанты, ну в общем-то подземелья В которых надо выполнять какие-то квесты Ну какие-то помещения Можно побродить и по гору И по миру В принципе да, я конечно может смешно Говорю, все что я говорю вам Так, здесь мы никак не пройдем Все что я говорю вам может В принципе показаться смешным Потому что по сравнению с тем же Скайримом Где действительно интересно Изучать мир Здесь все-таки все попроще будет Конечно это так Конечно это так и Но нельзя ей предложить Эта игрушка примитивная Все-таки это NES Но тем не менее Лично мне интересно Я надеюсь, что Если вам искренне интересны Ретро-игры старенькие То Вам тоже будет интересно Ну а пока я за кадром вернусь в город И возобновлю запись Так, друзья Я на секундочку К вам врываюсь Не из города А отсюда Потому что мне пришла в голову мысль Если внук не понимает Что говорит его дед Если дед Если мы не понимаем этого деда У нас же есть телепатия Я постоянно забываю Об этом Об этом скиле Об этой пси-возможности А тем не менее Она вот такой вот Делает результат Когда я пытаюсь Говорить без зубов То сам себя не понимаю Говорит старик В общем-то и все Сколько бы мы раз Не использовали телепати Мы просто потратим Все энергию А старик нам Ничего не расскажет нового Видите, да? Ну, это просто Интересное наблюдение И интересно Что моя догадка Сработала Но мне кажется Все равно Может быть придется К нему возвратиться К этому деду Ну а так То, что вот это он говорит Это оказывается И было то, что мы только что услышали Ну а теперь, друзья Я пошел в город Потому что здесь Как вы видели Тупик Больше ничего я вам не покажу И по другой дороге К ориентиру не доберусь Поэтому возобновим запись Когда я доберусь Итак, я вернулся в город По пути со мной И с Дэвидом Не произошло ничего Примечательного В общем-то да Ничего не произошло Теперь мы пойдем На юг Города И Посмотрим Что может происходить там Я уверен Что не просто так Мы сейчас ходим По ориентиру Ну, вы сами понимаете Какой был смысл Приезжать в этот город Если здесь Ни квестов нет Ничего Ну, чисто для антуража Да Для масштабности мира Да, это интересно Но Тем не менее Я уверен Что здесь мы должны Еще найти Какой-нибудь прикол Так Ну, мы с тобой общались Да Да, 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 да Нет Не продают гамбургер Еще с памяти плохо Бедняга От голода Как страдаешь Так Здесь мы были Восточная часть города Ну, это опять же Пригород Видите Такие здесь домики Стоят Так Ну, а вот Значит Пошла центральная часть Этого Города Где у нас есть Здание повыше Я слышал От простуды Уже кто-то умер Чертова простуда Так Хорошо Я понял Друзья У меня есть Чувство Что в этом городе Если мы поговорим С кем-то не тем А мы обязательно С ними поговорим Потому что Я с каждым человеком Общаюсь То мы с вами Заразимся Но у нас есть больничка В которой нас Если что Смогут вылечить У меня нет простуды Хе-хе Просто что-то в горле Першит Все Меня заразили Я уверен Я умру Нет Мы обречены Нет Ладно Эм В этом году Грипп просто Зверствует Я уже похудел На несколько килограммов Бедняга В общем-то Знаете Какое у меня есть Предположение Что именно в Сноумене Оттуда идет Весь холод И там Должно быть Больше всего Простушены Кого хотите Навестить Понятно Что у нас здесь Здесь врач Который Если что Сможет нас вылечить И наверняка Опять До хрена Денекса Спотросит Да А нет Смотрите 60 долларов А ну Всех вылечит Дэвида Теперь вы в порядке Ну хорошо У него хп было маловато Потратил денег много Но опять же Мне не сложно будет за кадром Погулять Пока я там покачаюсь И заработать денег Естественно В прямом эфире Я по-прежнему этого делать не буду Хоть я и говорю Что я не хочу задумываться О том Что я показываю А что нет Все-таки друзья Можете быть уверены Что если дальше Будут какие-то нудные эпизоды Я буду их стараться Делать повеселее То есть Прошлый эпизод Был таким себе Переходным периодом И дальше Я постараюсь вырезать битвы Если их будет слишком много Я постараюсь Все это делать Друзья Так Ну здесь две палаты Значит здесь Погляйте Просто быть Наши поверженные Больные товарищи Нет Все хорошо Покидаем больницу Слава богу Никто из нас Кажется Пока не заболел С тобой общались Да С тобой общались Да Да Так Почему ты стоишь Между деревьями Тоже что ли В туалет надо Энурез Я не играю Никакой роли В этой игре Если я просто исчезну То никто и не заметит Еще один Скромный Закомплексованный Человек С кучей тараканов В голове Я не верю В экстрасенсорные Способности Тебя показать Тебя закинуть На крышу Этого дома И превратить в лягушку Я могу Я просто не хочу Этого делать Мне тебя жалко Полиция Здесь проходил Мужчина С длинными усами Не помню Давайте спалим его Черт Я упустил его Теперь он уже далеко Ладно Пойду проверю Может кто-нибудь Припарковался В неположенном месте Что-то я здесь не видел машин По-моему Поезд Единственный транспорт А если нет Ответим Он жулик Пожалуйста Сообщитесь И увидите его Это не целитель ли У него были усы Это может быть Целитель Интересно А на самом деле Я бы мог спалить Того писающего Мальчика Под частным домом Которого все Никак не закончится Так А здесь у нас что Добрый день Желаете посмотреть меню В общем-то Мы сможем покушать И взять в дорогу Не, ну нормально Длинный переход Из города в город Тебе куча разных монстров Представьте Знаете Средневековье Где солдаты Там крестовый поход Начался И они переходят Целые страны С неделями Их перемещение Затягиваются Они берут с собой Картошку фри Гамбургер Это круто Сначала заплатите А потом делайте заказ Не то чтобы я вам Не доверяла Но Ты официантка Да Какой смысл В официантах Когда здесь нет Ни стульев Ни столиков Ну Ладно Так Главное нам Ничего не пропустить Мне бы этого не хотелось Так Ну это опять с тобой Да А нет Подари мне что-нибудь Пожалуйста Ну хоть что-нибудь Почему ты мне Ничего не даришь Ведь я сказала Пожалуйста Да Я обещаю Что тоже тебе Что-то подарю Что ты хочешь Подарить мне Эм Интересно Да Так Ну у нас есть Две бомбы Которые может быть Сильные Три бомбы Ладно Давайте я бомбу Подарю Только не играйся Бомбы Детям Не игрушки Спасибо большое Возьми вот этот мешок С блохами Вдруг пригодится Видите друзья Делайте добро людям И оно вам вернется Обязательно вернется Так Мешок Блох Давайте почитаем Я раньше не смотрел На Всякие вещи Я был задачен тем, чтобы сделать эпизод поинтереснее И поактивнее, но Теперь не хочу Мешок полный блох и других противных тварей Не, мы смотрели это все Брось его в врага и посмотрим, что будет Да, естественно, мы попытаемся это сделать Мне тоже интересно, что будет Знаете что, проблема какая во мне была Ты что молчишь? Телепатия! Поможет А ведь реально помогла телепатия Слушайте, а значит ли это, что мы с любым человеком В этом мире сможем Прочитать его мысли Раньше мне эта идея в голову не приходила Нет, я не слышал корабельную дракона А ну, есть Так, во-первых Нет, все, я тебе дарил А, ну хорошо У меня есть предположение, что Она будет нам вечно Вместо чего-то дарить мешок блох Давайте еще одну бомбу дадим Да, да, да Вряд ли нам нужно дарить, дарить, дарить И потом произойдет что-то необычное А если мы откажемся ей подарить Давай, 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 давай Пожалуйста, не всегда работает Жадина Тогда я тебе ничего не подарю Ну я понял Такой бесплатный пункт обмена Одного оружия на другое Так, ну понятно Сейчас тут еще пройдемся В принципе мы все посмотрели Но ничего интересного нету Еще один полицейский Здесь пробегала женщина с большими усами Нет, с большим животом, конечно же Да Так, что это такое у вас? Может скорость превысит, говорят Вы ведь знаете, что фирменное блюдо в местном кафе пицца Так вот, она съела пять Пять порций пиццы съела Ай, не оплатив счет Ой-ой-ой-ой, все Сдам я тебя, сдам я тебя Обязательно сдам А если с тобой, правда, телепатия Чисто для интереса А нет, только с некоторыми это работает Но это было бы интересно Знаете, игра полна мелочей С юмором, с загадками Того, чего не было в Final Fantasy И именно из мелочей строятся шедевры Именно из мелочей строятся гениальные вещи Обратите внимание Вы играете в какую-то классную игру Какой-то бестселлер, да Который популярный, популярный, популярный Вот И в нем играть интересно Но что-то кажется не так А когда в игре куча деталей Куча мелочей Выверенных Которые обязательно Необязательные То есть эти мелочи Абсолютно необязательные Но именно они Самая важная часть игры И это так здорово Не хотите сделать какое-то пожертвование В мой благотворительный фонд Хорошо, что мне не предложили Выбрать сумму Которую мы сможем Внести туда Сомневаюсь, что эта бабушка Не шарлатанша Еще одна Весь город Какой у вас город подлый, а? Кто-то писает Кто-то ест пиццы Кошмар Да почему какая? Неужели промптом переводили? Вроде тщательно переводчики Раб делали свою работу Ну ты ж Это ты! Это ты, женщина! Я нашел ее Офицер Да, пробегала Нет, она здесь Она рядом Блин Не работает Повезло тебе Только больше пиццы не ешь В городе эпидемия гриппа Все, заразили меня Заразили Все, Джимми простужен Я не сомневался Знаете что, друзья Мне в комментариях написали, что Я ведь мало чем пользовался Исцеление А должно лечить простуду? Нет? Нет Исцеление значит Это альфа А это Ну это не бета Я не знаю, что это Ну да Ну что ж ты будешь делать? Ну какая ты сволочь, а? Мне что, теперь в больницу бежать? Снова экран Снова экран В оранжевого цвета превращается И так уже эпизод затянулся Достаточно длинное время Сволочи Ни с кем нельзя общаться, а? Доктор! Доктор! I'm ill! Please help me! Help me! Вылечи, вылечи Пожалуйста, док Все, спасибо Ну хорошо, видите, рядышком Хоть и стоит это 60 долларов Если бы в реальности Столько стоило лечение простуды Да, друзья Это было бы страшно Все, теперь Главное с тем Не пообщаться По глупости Снова Так, где мы, где мы, где мы? Это значит пожертвования У нас Тетка просила Ну да, конечно же Игра не позволяет тебе Множество различных Моделек Персонажей И так далее Все-таки И домики здесь Одинаковые И персонажи Одинаковые Поэтому Многие локации Одинаковые Можно спутать Что к чему Так, вот человек С усами Эй, парень Возьми-ка эти деньги На сохранение И не рассказывай Полицейским об этом Нет Делай то, что я тебе сказал Он мне сучил Деньги Только что, да? Что-то Я разницы не заметил Дружище Ну ты, конечно Блин Я даже не знаю Друзья Оставь меня в покое Разве не видишь? Я инкогнито В общем, я понял Избавился от денег И типа я здесь ни при чем Черт, друзья Я так не люблю эти моменты Мне никогда не приходилось Мне их испытывать Даже на Соньке Плейстейшн первой Я никогда такого не испытывал То есть у меня сейчас Стоит выбор совести Или сдать этого человека Или же Поступить Ну, против совести Ну, сохранить себе эти деньги Это тоже ворованные деньги Теперь они у меня А полицейские Это тоже нечистые У них рыльцы Они в пуху-то Понимаете? Так, ну вот отель Привет, Джимми Поговорим попозже, ладно? Сейчас я немного занят Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я настолько известен? Да ради бога Так, хорошо Если телепатию Ну, глупо, конечно Телепатию на кому угодно применять Но Мне эта идея заинтересовала Ладно Поспим, может, немножко Двести Сами здесь спите Так, ну здесь вряд ли Что-то будет интересное, да? Нет, видите Люди есть Пардон, молодые люди Не могли бы мы оставить Ни одну Женщина Стоять Нас снова заразили Ах ты мерзкая бабка У тебя есть деньги Двести долларов Чтобы поспать в отеле Но у тебя нет денег Чтобы вылечиться от простуды Эй, мелюзга Что вы делаете в моем номере? Мелюзга Мы спасаем мир А ты Мелюзга Какой город, а? Никакого желания нет С вами здесь останавливаться А в ресторане А в ресторане Стоп Я тебя знаю Только ты обычно работаешь не здесь Эй, официант Я все еще жду свой заказ А вот официант, да? Пицца Это просто объедение Ты еще не пробовал? Нет Не хочу есть Не, ну смотрите По статистике У нас все нормально Спать в гостинице Не обязательно Но, блин Нас просто все заражают Это плохо Ну как непонятно С кем общаться С кем нет Кстати, здесь я еще не был, да? Но здесь все то же самое Хотя, вы знаете Может быть здесь Какие-то новые виды оружия появятся Хотите продать что-нибудь? Нет Так, хорошо Значит, по телефону Снимать деньги пока не будем Лекарства О, лекарства от простуды Антидот А, осмоспрей Вот он, вот он, вот он Хотя он стоит Еще дороже, чем лечение В больнице, а? Ладно, друзья Потерпите, пожалуйста Оранжевый экран Я все-таки хочу уже Доисследовать, что здесь есть А потом подлечусь Алюминиевая бита Бумеранг По-моему, нам ничего здесь не надо По-моему, так Бумеранг вообще круче, чем Алюминиевая бита И почему Джимми должен выбирать из этого Тогда бы мы запретили выбирать Бумеранг, да Носить с собой Ну, ладно Так, здесь что-то мы из еды Можем себе позволить Клубничный пирог Это что-то новенькое Значит, я только хотел сказать Что из еды уже ничего нового не бывает Ну, блин Тысяча долларов Я думаю, что на поздних этапах игры Ближе к концу Мы сможем себе это позволить И это нам восполнит все хп Ну, есть такое чувство Клубничный пирог Самое, блин Все раны излечит У нас там нога Ногу нам отрубили А она вырастет Я вижу, плохим аппетитом Вы страдаете Да, да Что-то не здоровится мне Добро пожаловать в наш магазин Оружие Бомба, лазер, бластер Так Это интересные вещи Но В чем проблема Они-то На время Они не навсегда Мы можем купить бластер Но Бластер? Может, в будущее попали? Я думал, что это реальность Бластер, лазер Может, это просто лазерная указка? Была у вас единственная лазерная указка? Ух, как я их любил Очень интересные вещи Хорошо Давайте еще походим Позаражаем некоторых людей Сами виноваты Что этот город ко мне так отнесся Сейчас хотя бы не страшно Если нас кто-то Заразит Я люблю этот город Лучше жить здесь Чем в каком-нибудь Хэллоуине В Хэллоуине По крайней мере Я вас не заразил бы А теперь В аптеке можно купить Хорошее лекарство За хорошие деньги Хорошие деньги Лекарство от простуды 135 долларов Окей Все нормально, да Хотите послушать мою песню? Да Парень начал петь уник Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Я гуляю по городу Я пою эту песню вам Это какой-то блюз уже, знаете? Джимми не хочет запоминать Эту странную мелодию А я-то думал, а я-то думал Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ Обалдеть Прости, парень Прости, парень Но не все нормально Вот у меня все отлично Я понял Так Да, все нормально А нет Не хочу больше Тогда прощайте Я-то думал, что Нам действительно Это включат в список Мелодий уникальных Которые нам потом позволят Что-то Себе приобрести Да, не подумайте Я не проходил эту игру давно Но я все еще помню Что нам с вами нужно Собирать мелодии Так Ну в принципе и все, да На севере Так, это пригород пошел Да, вот тут как бы Дорога белая А там дорога такая себе Грунтовая Вот так-то Блин, длинный эпизод Получается А по сути Ничего здесь нет такого, да А ведь это и неплохо Как вы считаете, друзья Это плохо или нет Все, давайте подлечимся Так, здесь у нас доктор 60 долларов Это лучше, чем 135 За осмоспрей Осмоспрей, правда В любом месте Можно себе позволить Но блин У нас места нету В инвентаре, понимаете Так, ну что Надеюсь, что я ничего Не пропустил И, друзья Я, когда буду Дальше играть Я буду стараться Использовать всякие вещи Типа бомбы И так далее Все потому, что Раньше, вот финалку Я играл Я что-то экономил Я не использовал Я во многих играх Не использовал возможности Которые она нам предоставляет В том же Мегомэния Не использовал оружие Теперь я буду это делать Во всех играх Можете быть уверены Надо познавать эту игру И знакомить вас с ней И знакомить себя с ней И главное, друзья Если вы хотите Заниматься летсплеями Запомните одну простую истину Играйте сами Как будто вас Никто не слышит Не старайтесь там Полностью показать игру Просто играйте так Как вы бы играли Не на запись Тогда получится Хороший летсплей Ну не знаю Мне так кажется Сегодня мне что-то ударило в голову Простите Если вам показался Этот эпизод затянутый Но опять же Я главное Играл Просто познавал эту игру Мне было интересно И надеюсь Что вам было интересно тоже В следующем эпизоде мы Во-первых Я между Эпизодами Пожалуй Гляну на карту На сайте Я вам говорил Про этот сайт Посмотрю Нет ли в окрестностях Рендера Интересных мест Которые не помечены Черными точками Если нет Тогда все хорошо Потом Нет ли интересных мест В рендере Которые я пропустил Вроде бы я ничего не пропустил Может быть какие-то Маленькие Дополнительные задания Возможно Я даже прочитаю Об этом в прохождении Все-таки мне интересно Было бы Их выполнить А так бы я их Просто пропустил Вот И в следующем эпизоде В таком случае Если что-то останется Не выполненным За этот эпизод Я это выполню И пожалуй Пожалуй Мы отправимся в Сноумен Чтобы найти там Хлою И отдать ей шляпу Следующий эпизод Друзья Будет очень интересным Кстати смотрите Ни одного квеста в рендере То есть можно было Сюда вообще не идти Интересно Оставайтесь на линии Друзья Скоро с вами увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok